здравствуйте дорогие подписчики расскажу видение которое которое обещал также подписчикам во время трансляции относительно предсказаний о россии да то есть как видится судьба россии в ближайшее время ближайшие там 3 4 5 6 месяцев и видение началось весьма необычно начитывая мантру я увидел просторное и довольно пустынное место но не плане пустыни а в плане отсутствия кого-либо то есть не было людей на было много зелени и было такое впечатление что это вот территория напоминающие именно вот природу россии что на украине много другая другие какие-то эти природные такие качества там степи доминирует леса там немного другие ну то есть можно отличить и в то же самое время в этом же пространстве да стоял весьма большой дом но он раз он был полностью разрушенном состоянии вот и что самое интересное вот участок на котором стоял этот дом он уже в большей степени напоминал территории украины я сейчас буду описывать элементы которые потом в принципе объясню чтобы ну чтобы мы понимали и на этом участке который напоминал украину хотя вокруг была природа явно не украинская а именно российская потому что там более суровые леса более густые и был густая зелень или непроходимой чаще часто часто встречаются да вот в украине это редкость и и я видел с небольшого расстояния огромный дом я не знаю наверное дом размером может быть с школу ну вот представьте себе такой школе школьное заведение какое-то но такого я бы сказал такого прямоугольного больше формата и дом сгнил и истлел настолько что крыша уже провалилась стены едва стояли но они шатались от ветра некоторые стены вообще повываливались окна бы выпадали двери не было и и сам по себе этот разрушенный дом он выглядел как элемент определенной судьбы я наблюдаю со стороны я не мог понять почему что 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 все это значит вообще да как бы это все так не не очень понятно было в какой-то момент опять-таки наблюдаю со стороны я видел как вспышкой света вдруг проявилась личность какая-то ангельская личность какое-то не такое божественное существо или как это еще объяснить но мужской ипостась такая мужская ипостась и он находясь внутри этой этих развалин начал подходить к тем участкам которые были которые находились состоянии развалин да то есть как бы это выразить ну допустим стоит стена длиной 20 25-30 метров но часть этой стены по полностью развалена в разрушенном состоянии когда он подходил к этим когда он подходил к этим развалином он их очень быстро начинал как я понял застраивать таким мистический мистический магическим образом и что самое интересное там где он находился оно все воссоздавалось то есть как бы время начинало течь в обратную сторону на самом деле это конечно же не связано с временем это связано в большей степени таким с определенной такой магии внутренней которая присутствовала в этой божественной личности еще раз хочу сказать очень тяжело в свете увидеть силуэт но я понимал что это мужская то есть силуэт был мужской но свет исходил от всего тела и невозможно было разобрать ни черты лица там не не какие-то качества вообще очень сложно и вот как бы он не по куда бы он не подходил а он подходил ко всем элементам дома развалины не развалием всего создать так там где он был все просто естественным образом воссоздавалась выстраивалась естественным очень естественным образом и когда он восстанавливал какую-то часть стены от стены начинал исходить свет да я не сказал я опять-таки видел голубой свет очень очень много видений связано с голубым с небес на голубым светом и когда он заделывал какую-то часть дома ну как заделывал понимаете он вроде бы как бы ничего не делал он просто подходил и все это воссоздавалось благодаря его наверное каким-то таким трансцендентным качеством вот и в то же самое время было ощущение что он это воссоздавал что он это можно сказать отстраивал в обратном сторону вот и так он подходил ко всем у всем 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 участкам дома да и в какой-то момент я смотрю уже а пока пока я за ним наблюдал уже все полы по отстраивал назад все то есть не было ни одного элемента который который бы он не воссоздал даже те же самые трухлые полы которые просто проваливались они уже были очень качественном хорошем состоянии к пол был выложен из такого знать его массивного камня тут то есть как бы так вот чтобы уже на века знаете и я смотрел за всем этим конце концов получилось так что он отстраивал все участки этого гнилого дома и в результате отстраивая все все после него светилось таким вот очень красивым светом это конечно было весьма удивительно и я наблюдая за ним хотелось спросить а зачем и чей это дом и что происходит да и в какой-то момент произошла очень необычная трансформация которая вынудила меня удивится еще больше когда я да то есть я как бы наблюдал находясь со стороны и сверху но в какой-то момент видение очень резко изменилось и я уже начал наблюдать просто со стороны с большого расстояния я увидел как парю над красной площадью а тот тот разрушенный сгнивший дом это был кремль я увидел кремль точно таким же образом состоящим из этого голубого света то есть то что он выстраивал это это был именно тут самый кремль который является символом в российской федерации символом и наблюдая как бы за то есть мы себе представляем да что там ломаные ломаная такая вот линия это не совсем прямоугольное здание да вот но то что я видел как отстраивающийся полуразрушенный доль разрушенный дойка дом который будет был без крыши и он потом этот вас воссоздал в результате впоследствии то что я видел это превратилась в кремль но со стороны я продолжал наблюдать за этой ангельской личностью этой божественной личностью внутри этого кремля я наблюдал со стороны на смотря да и в какой-то момент я понял что он продолжает заниматься вот этим вот процессом воссоздания ли этим процессом выстраивания строить с строительными какими-то процессами и то что начало происходить дальше было еще более удивительным кремль начал расширяться благодаря тому свету потому светимостью стены ожили и они начали становиться все больше и больше из-за того что от стены самого кремля исходил очень мощный свет он как бы высвечивал в москве огромное количество зданий но вы очень необычным образом он высвечивал определенные эгрегоры которые на на фоне этого сияния они проявляли свои качества они проявляли свою суть и многие эгрегоры это значит общественные заведения какие-то какие-то коммерческие предприятия какие-то банковские системы да то есть этот свет он высвечивая все вокруг он высвечивал именно темные сгустки которые являлись тормозящими развитие нет оказывающие тормозящие воздействие на само государство элементы да то есть какие-то структуры общественные экономические банковские которые выстроены таким образом чтобы тормозить развитие россии российской федерации я дайте ну как бы я предполагал что это возможно но чтобы их было так много я не знал но и понятно что помните я как-то записывал видение относительно того что из россии будут многие бежать вот а с другой стороны будут возвращаться другие будут возвращаться сейчас уже такое такие тенденции они уже явно заметны да то есть те кто ну ладно это такие моменты и кремль становился все больше и больше и он в буквальном смысле приближаясь до когда движущиеся стены состоящие из света да то есть это в буквальном смысле стены кремля они увеличили они двигались они расширялись и когда эти стены кремля приближались какому-то не совсем благовидному общественному строю который паразитирует внутри самой российской федерации и на фоне этого света была проявлена какая-то такая нечистая и полудемоническая сущность а вот этот свет эти стены они во-первых разрушали а во-вторых еще и изгоняли изгоняли вот это вот вот эти темные огромные темные сгустки которые которые в духовном мире действительно можно видеть как какие-то общественные элементы какие-то общественные структуры которые не оказывают благотворного воздействия и кремль увеличился во все стороны это не не в какую-то одну сторону он увеличился во все и во все стороны и когда я таким образом смотрел я понимал что кремль будет расширяться до до полностью до всех границ само по себе это видение указывает на то что в будущем начнутся очень активные действия связанные с тем чтобы включились процессы закрытия и изгнания структур которые противоречат противоречит или же давлеют или тяготят развитие россии не поверите там были даже еврейские организации да и этот свет эти стены приближаясь к этим еврейским организациям он просто их разрушал не только там были европейские какие-то экономические союзы какие-то банковские структуры связанные с людьми которые находились вообще не в россии то есть это было видно что они явно не носят характер скажем так противо противороссийский да или никак не минут антигосударственный вот их суть деятельность заключалась в таком мягком но в то же самое время антигосударственном настроении деятельности и так далее вот и этот свет причем не было никаких как-то сказать не было никаких не было никаких враждебных действий то есть не было признаков того что будут оказываться какие-то силовые давления силовое давление не было признаков того что будут оказываться какие-то использоваться методы унижения подавления уничтожения всего этого не было просто свет разрушал выталкивая до разрушая и выталкивая а вот вот а теперь собственно давайте-ка проясню да само по себе видение указывает на состояние в первую очередь россии но в то же самое время судьба россии связана с некими божественными личностями сожалению сожалению народ сам по себе знаков указывающих на то что судьба государства будет связана с народом не было судьба россии зависит напрямую от некоторых от никаких божественных экспансий небесных возможно да то есть какие-то ангельских таких божественных вот которые вполне вероятно будут оказывать такое вот трансцендентное магическое воздействие в хорошем смысле магическое магическое значит мистическое вот которая изменит судьбу государства в лучшую сторону трансформировал его в первую очередь изнутри и это будет связано именно с некой вот такой вот мужской экспансии я не могу сказать каким образом это будет связано с нынешним правительством является это ведение указанием на состояние нынешнего правительства или это что-то будущее не могу сказать вот я вообще как бы не по этим вопросам но то что события связаны с россией это однозначно на самом деле я давно наблюдаю я прекрасно понимал что россия это страна в которой многие люди находятся в состоянии тотального терпения потому что 9 месяцев зима практически да вот это все нужно вытерпеть это и зима то в россии не такая как в европе они даже не и не знали не знаю что такое настоящая зима вот у них них у них зим то и не бывает толком и человек когда живет таких условиях он находится в состоянии тотального терпения да и терпение на самом деле это добродетель хотя один из модно одна из модных тенденций относительно русских да сейчас говорится что русские это типа терпилы вот но так говорят понятно что только лишь невежды потому что разумный человек или люди которые обладают мудростью они прекрасно сознают что терпение это благодетель понимаете это очень возвышенное качество это качество которое ну и а по большому счету является основой духовного развития не будет терпения не будет духовного развития и но но в то же самое время вот это качество терпения она очень часто работает в обратную сторону да то есть с одной стороны там агуны очень много энергии невежества инертности вот здесь тоже нужно понимать что состояние инертности это не всегда терпение терпение это не инертность вот но у нас как бы эти два два качества они находятся по в параллельном состоянии в душах россиян русских и относительно той войны которая собственно было спровоцировано до боевых действий вот и то как сейчас оказывается воздействие информационное военное воздействие на россию это способ очень очень неразумный потому что там агуна которая находится в россии да нас вынуждает людей быть инертными малоподвижными и это действительно так русские они очень такие знаете такое состояние вечного застоя это не критика у каждого народа есть свои какие-то особенности это ничего страшного вот но эти качества есть и если вспомнить события второй мировой войны когда немцы шли доходило до того что русские дивизии сдавались в полном составе дивизиями представляете друзья мои врезать и там 10 12 тысяч человек сдается переходя на ту сторону но это просто кошмар был и сама эта провокация сама эта боль которую испытывал тогда советский народ и и и те страдания вынудили русских рассердиться согласно учению йоги справиться с тамагуной может только раджас раджас это деятельность это агрессия это гнев и гнев конечно быстрее всего да гнев это карма нижних миров но в некоторых случаях он бывает праведный да то есть есть такой термин и точно так же и здесь когда русские начали сердиться помним истории когда они шли ну и советский человек начал сердиться вот именно тогда начала превосходить тамагуна ой раджас энергия раджаса над тамасом вот это вот вечная сонливость вечное состояние вечного сна он начал выгорать и тогда уже в состоянии гнева и немцы у многие рассказывали что русские были очень воинственные да то есть очень агрессивными вот ну по отношению к ним естественно не в природе этого нету но в плане войны и и вот наблюдая за всем этим всеми этими событиями я задавался вопросом относительно того когда же случится вот этот вот после когда же случится вот эта переломная точка и вот этот знак он указывает на то что что-то начинает происходить что русский человек начинает гневаться и это очень большая проблема потому что гнев он ты как медведь его можно только разбудить все а потом просто беги и вот вот данное видение но как бы указывает на то что скорее всего вот эта вот точка невозврата она как раз уже пройдена и дальше дальше будут процессы идти уже которые будут по большому счету необратимы их невозможно будет остановить ну вот как то так вот это немножко так комментариев постарался донести потому что ну как бы для того чтобы вступать в конфликт с какими-то народами да надо знать природу этого народа они просто так шапками там по закидывали да и вот они плохие и так не работает то есть это не какое-то стратегическое мышление вот но это опять таки моя позиция мое мнение естественно ролик выложу намного позже дату и сейчас только для тех людей которым доверяю для учеников вот как то так вот так что как бы там ни было но для россии очень хорошие очень глубочайшие знаки очень глубочайшие знать до новых встреч всем любви мира добра